Фильм «Формула любви» начинается. 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 В белых париках по моде 18 века танцуют сканделябрами в руках. Незатейливый танец состоит из мягких шагов и взмахов рук. За их спинами языческая многорукая статуя. Из ее головы вырывается струйка дыма. В одно мгновение сцена преображается. На ней отплясывают скоморохи. Появляется название фильма. Снова сцена с танцорами в париках. Они застыли, будто для них остановилось время. Появившийся рыжий скоморох совершает прыжки своего бесовского танца. В облаке сизого дыма появляется граф и сопровождающая его женщина. Титры по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Граф и женщина проходят в небольшой зал с массивной люстрой. В центре зала малахитовый стол. Его окружают свечи. За свечами ряд кресел с богато одетыми людьми. Женщина ставит на стол цилиндр. Граф делает над ним паз рукой. Из цилиндра идет густой дым. Постановка Марка Захарова. На лицах некоторых зрителей восхищение. Другие смотрят со скепсисом. Женщина одергивает платок. На столе блестящий шар. Не прикасаясь к нему, граф поднимает руки. Шар левитирует. Женщина спрасывает в плеч золотистый халат. Остается в одежде восточной танцовщицы. Открытый лифт и шелковые шаровары. Проносит перед зрителями кольцо. Бросает его в бокал, который держит граф. Кольцо растворяется. Обычный фокус. Это серная кислота. Граф делает несколько глотков из бокала. Приоткрывает рот. Из него вырывается струйка дыма. Женщина тушит свечи подушечками пальцев. Я Джузеппе Холиостро. Верховный иерарх Псущего. Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воды и земли. Я отдаю с их власти и заклинаю перенести мою бестелесную субстанцию из времени нынешнего в грядущее, дабы узрел я лиги потомков, живущих много лет тому вперед. Граф склоняется к ставшему прозрачным шару. В нем появляется лицо графа. Рад вас видеть. Взаимно. Вас, сударь, хочу вопрошать о судьбах людей, собравшихся здесь, в Санкт-Петербурге, всего числа лета 1780-го. Готовы ли вы ответствовать? Вопрошайте. Готовы ли вы сказать нам всю правду? Ну, все не все. А что вас интересует? Обо мне спроси, граф. Сколько мне на роду написано? Пожилая женщина бросает вынутую из уха сережку на поднос. Взяв сережку, граф опускает ее в бокал. Та растворяется. В твою судьбу хочу вчитаться, но неразборчиво строка. Лишь вижу цифру 19. Пока. А как понять сие? Век грядущий, век 19-й успокоит вас, сударыня. А я-то дура помирать собралась. Спроси, батюшка, может, замуж еще сходить напоследок? Граф обменивается красноречивым взглядом с помощницей. Та проносит поднос перед зрителями. Женщина ставит поднос перед графом. Тот возводит глаза к небу. Опускается перед подносом на колени. Пристально смотрит на драгоценности. Их охватывает пламя. Взяв поднос, ставит его себе на голову. Получается некое подобие плоской шляпы. Удаляется по коридору, по которому он вошел в зал. Один из зрителей встает. Перемещается. Уходит. Куда это он? Куда-куда? В грядущее. Делая небольшие шаги, граф вступает между горящими канделябрами. Постепенно растворяется в воздухе. В просторном вестибюле. К широкой лестнице подбегает офицер в красном мундире. От светлейшего князя Потемкина имею предписание задержать господина Калиостро. И припроводить его в канцелярию для дачи объяснений. Это невозможно. Он в грядущем. Достанем из грядущего. Не впервой. Кивает двум гвардейцам. Вместе поднимаются по лестнице. Из другой двери выбегают граф и Маргадон. Кучер читает газету. Очень быстро, Жакоб. Оттанте. Отбросив сигару, натягивает вожжи. Нос, заветные, фартизиво, мамма мне, ночь! На лестницу выбегают офицер и гвардейцы. Провожают взглядами быстро удаляющуюся карету. Карета мчится по ночным улицам Петербурга. В руке Маргадона блокнот. Что еще на сегодня? Визит к генералу Бибику в беседе о магнетизме. Визит к камерфлядни головиной с целью омоложения и превращения он ее в девицу. Граф смотрит на часы. И поспеваем. Княгиня фон Кизоветер. Варенье золота из ртути. Хочу сразу предупредить, ртуть у нас кончилась. Какой ты меркантильный Маргадон. О душе бы подумал. О душе? О душе, о душе, о душе. Мария. Мария. Граф вытягивает перед собой руку с растопыренной пятерной. Не опуская руки, быстро идет по коридору. За ним бегут несколько мужчин и женщин. Пройдя по лабиринту комнат, оказывается у постели. На ней лежит мужчина с благообразной бородой. Голова мужчины покачивается, как в забытии. Вздрогнув, мужчина открывает глаза, приподнимается на локтях, встряхивает головой. Граф опускает руку. Вам легче, сударь? Да. Вроде бы отпустила. Волшебник. Уж как нам благодарить-то вас? Никак. Благодарите природу, она лечит. Я лишь жалкий инструмент в ее руках. Еще бы несколько сеансов, Иван Антонович, ваш недуг навсегда бы отступил. Но, увы, дела заставляют меня срочно покинуть Санкт-Петербург. Никак нельзя задержаться. Никак меня ждут Варшава, Париж, Копенгаген. А как же папенька? Есть один план, но, боюсь, он будет неверно истолкован. Со мной может поехать кто-то из близких больного. Я имею в виду родственника. Таким образом, я смогу осуществить лечение опосредованно через родного человека. Такой случался в моей практике и приносило плоды. Да кто же у нас есть? Только я, Дымашенька. Нет, как можно? Молодая девушка, одна, в мужском обществе. Я знал, что буду неверно понят. Мы знали об этом. Благородство человеческое уже давно никто не верит. Ни один человек. Но жаль. Жаль. Граф направляется к выходу. Господин Калиостр, подождите, я согласна. Оборачивается. У графа смуглое лицо, широкий лоб, выразительные глаза, нос с небольшой горбинкой. Темные волосы собраны сзади и перевязаны черной лентой. По его лицу пробегает едва заметная улыбка. К нему подходит Мария, барышня лет двадцати. У нее красивое невинное лицо, щеки с кокетливым румянцем, пухлые губки, волосы уложены небольшими кудрями. Мария останавливается около графа, кротко опускает глаза. А вдруг я лгу? Вдруг я влюблен и мечтаю похитить вас? Тогда что? Полно шутить. Когда любит, тогда видно. Что видно? По глазам. У вас глаза... Холодные. Пустые. Мария потупила взгляд. Граф отводит глаза. Медленно подходит к зеркалу. Глядя на свое отражение, поднимает подбородок. Отходит в сторону. В зеркале остается его отражение. Отражение прикрывает один глаз. Над волосами появляется пламя. Отражение широко открывает глаза. Пристально смотрит на Марию. Та испуганно пятится. Прикрыв глаза, Мария покачивает головой, будто ей стало дурно. Широко открывает глаза. Все приходит в движение. По комнате носятся слуги. Несут котомки и плетеные дорожные ящики. Мария прощается с папенькой-маменькой. Маргадон тянет Марию в карете. Очень быстро, Жаков! Жаков складывает газету, берет в ощупь. Ну, залетные! Борзите, мать! Покачиваясь, карета удаляется по мостовой. Несется по дороге вдоль кромки пшеничного поля. Жаков не жалеет лошадей. На лице графа довольна улыбка. Мария сидит рядом, глаза на мокром месте. Чего таки не думаю, чего таки не пробую, чего таки не делают. Из чего хотите? Закидывайте неводы, угадывайте поводы, загадывайте выгоды. Только не сидите. Рассиживаться нечего, фортуны переменчива, пуска до человечего. Помыслы один. Вытягивайте золото из мидии и из золова. Из неводы, из золота, из малого, из старого. Из честного и занового. Уделайте золото, вытягивайте золото, вытягивайте золото. В поле скоморохи. Встав друг за другом, поднимают руки. Создается впечатление, что у первого скомороха несколько пар рук. В поле танцует девушка в голубом сарафане. Приседая, выбрасывает в разные стороны руки с растопыренными пальцами. По полю, совершая широкие танцевальные шаги, бегут три девицы в сарафанах. Простонародные движения чередуются с балетными элементами. Девушка в сарафане высоко подпрыгивает на месте, выбрасывая в стороны руки и ноги. Двухэтажный желтый особняк. У окна стоит романтичного вида юноша. У него пышные русые волосы, щеки с румянцем. На лице странное сочетание лирической грусти и капризности. Отвернувшись от окна, прохаживается по комнате. На юноше белая рубашка и серебристая шелковая жилетка. Берет небольшой томик. Из стран рождения река по царству жизни протекает. Играет бегом челнока. И в вечность исчезает. Каково сказано, тетушка? Тетушка ест лапшу. Про реку? Хорошо. Хорошо. Сходил бы и скопался. Или окуньков бы половил. Что вы говорите такое, тетушка? Река жизни утекает в вечность. При чем тут окуньки? Я думала, может, пухи хочешь. Ну и нет, так нет. И лапша хороша. Ох, тетушка, мы с вами вроде по-русски говорим, да на разных языках. Я вам про что толкую? Про смысл бытия. Рядом с тетушкой? Для чего живет человек на земле? Скажите. На стуле сидит борзая. Кажется, так сразу-то. И потом где живет? Ежели у нас в Смоленской губернии-то одно, ежели в Тамбовской губернии-то другое. С улыбкой смотрит на борзую. Нет, сие невыносимо. Жениться тебе пора. Вот что я тебе скажу, друг мой. Не верь же тебя на меня, на греба старого, смотреть. Это-ка с тобой что-нибудь скверное может сделаться. Жениться? Зачем? Да и на ком прикажете? Да вот хотя бы. Хоть бы у соседей наших загощенных три дочери. Как на подбор. Кровь с молоком. Ну, Машенька, Сашенька, Глаженька. Чем не хороши? Ох, тетушка, для того ли я оставил свет, убежал из столицы, чтобы погрязнуть в болоте житейском. Ну, женю, что будет? Стану я целыми днями ходить в халате, а жена моя особая, которая должна служить идеалом любви, закажет при мне лапшу и начнет ее кушать. Зачем же непременно лапшу? Не надо лапшу. А хоть бы и лапшу, тоже очень неплохо. Ну, нет. Мир, пардон, Феодосия Ивановна, не об этом я грежу в часы уединения. Знаю я, о ком ты грезешь. Обожди. Фраза обращена к собаке. Срам? Перед людьми стыдно. Этого о ком? О ком. А бабе каменной, вот о ком. Фу. Вся дворня уже смеется. О, боже, за мной шпионят. Какая низость. Высокопарно склонив голову, юноша выходит. Обходит особняк. Идет вдоль берега. За спиной остались белокаменная церковь и несколько деревянных строений. Девушка и пожилой мужчина, стоя по колено в реке, расставляет рыболовную сеть. Воно, опять у нашего барда ипохондрия сделалась. А, пора. Ипохондрия всегда на закате делается. А че ж на закате, Степан Степанович? От глупых сомнений, Фимка. Вот глядит человек на солнышко и думает, зайдет оно завтра, а и не взойдет. Как говорили латиняне, си транзит глория мунди. Так проходит слава мира. И откуда из вас латынь-то это выскакивает? Сайм-то вроде не из латинцев. Да барин у нас прежний. Всех мужиков заставлял латыничать. Желаю, говорит, думать, будто я в древнем Риме. Большой просветитель был. Все говорил нам аут-цезарь, аут-нигель. А любовь у латинцев как обозначалась? Любовь, Фимка, у них слово Амор. Амор и глазами так. Подняв подбородок, выразительно зыркает. Амор. Фимка в сарафане и косынке. Простоватое лицо не лишено женственной красоты. Юноша в парке. Под сенью деревьев стоит античного вида мраморная статуя. Скульптор запечатлел опустившуюся на одно колено красавицу. Характерный профиль и вид одежды позволяет предположить, что девушка с востока. Красавица удерживает ладонью наполовину спавшую тунику. Левая грудь обнажена. О, как же я люблю вас, прекрасное создание. Люблю ваш облик нежный и этот чудный взгляд. И ваша неподвижность, и бледность, и молчание. Душе моей так много о многом говорят. Смотря на статую, юноша тяжело вздыхает. На статую падает мягкий пурпурный свет. Сочетание белого камня и цветного света как будто оживляет лицо статуи. И мнится мне, я знаю, я помню ваше имя. Мы издались, встречались в моем родном краю. Вы для меня не мрамор, не ангел, не богиня. Вы так, кого люблю я, о, как я вас люблю. Юноша пятится в заросли. Ему чудятся проходящие по лесу девушки разной степени обнаженности. Юноша прижимается спиной к дереву. По лесу вышагивают скоморохи, карикатурно вскидывая руки. Не замечая их, юноша неотрывно глядит на материализовавшуюся красавицу в белой тунике. Несмотря на восточный наряд и по-другому уложенные волосы, в красавице узнается Мария. Юноша опускает взгляд. В глади речной воды показывается отражение девушки в белой тунике. Фимка буднично зачерпывает отражение деревянным ведром. Стой! Ты что? Куда понесла? Обернувшись, глуповато улыбается. Бар не велел помыть. Кого? Изваяние. Верни на место! Стой! Плесни! Юноша снимает жилетку. На меня! Бросает ее на землю. Не так! Медленно! Вода попадает на лицо и грудь юноши. Сильно оттолкнувшись от берега, он падает спиной в речку. В комнате стоит статуя из парка. Мимо нее проходит тетушка, в руке бокал воды. Юноша в постели, глаза возведены к потолку, на лбу компресс. Тетушка дает ему бокал. Простыл наш батюшка. Около входа. Простыл касатик. Дворовый лют. Перекупался. Заголосила. Да не простыл наш батюшка, а сглузду двинулся. Срам эткой в дом втащил. Прости, господи. Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. Я хочу, чтобы это произведение искусства стояло у меня в кабинете. Никакое это не произведение, а с одном с гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна гамора. Кого ж такую лепили? С обеих. Ее мой папа аж ставил. Прости, господи. А папа аж наш был ловелас, отменный, светлая ему память. На Просковью Тулупову вроде похоже. Была у нас тут такая Менчихова дочка. Ух, красавица, девка. Барин на нее как глянул, так у мамы поехал. Либо, говорит, женюсь, либо из мрамора изваяю. Амор, значит, с ним случился? Чего? Амор. Звали-то ее Просковья. И не Амор, и не Просковья. Это Жазель. Француженка. Я признал ее. Панаге. Юноша страдальчески закатил глаза. Не, это не Жазель. Жазель была брунетка. А это вся белая. Простыл наш батюш. Перед глазами юноши все идет кругом. Простыл наш батюш. Простыл касатель. Перекупался. Язык. Язык. Плегматичный мужчина. Язык. Да. Закройте. Откройте. Закройте. Откройте. На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, и следованию не подлежит. Мудро. Откушать просим, доктор, чем Бог послал. Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче. Милости просим. Проходит в соседнюю комнату. Ипохондрия мается. Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства, лучшие из которых, и самая безвредная, беседа. Слово лечит, разговор мысль отгоняет. Хотите беседовать, сударь? О чем? О чем прикажете? О войне с турками, о превратностях климата, или, к примеру, о графе Калиостро. Юноша садится. О ком? О Калиостро. Известный чародей и магистр тайных сил. Доктор отпевает из рюмки. Нынче в Петербурге много шуму надел. Газеты пишут, камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А еще, говорят, Фрейлине Головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа. Да так, что она его осизала, и теперь вроде как на сносях. Юноша вскакивает. Материализация! Это называется материализацией чувственных идей. Я читал об этих таинствах. Душ, ты что так растревожился, друг мой? Тебе же нельзя вставать. Лягся, я же внуку. Дорогая, ведь я думал о нем, О Калиостро. Собирался писать ему в Лондон, Париж, а он тут, в России. Да мало сказать в России. Он в тридцати верстах отсюда. Карета сломалась, кузнец в бегах. Так он в Васильевской гостинице сидит, клопов кормит. Клопов? Великий человек, магистр и клопов! Так они, сударь, не разбирают, кто магистр, а кто не магистр. Не разбирают? Юноша хватает камзов. Они-то не разбирают, но в России, слава богу, еще остались просвещенные люди. Быстро одевается. Не пущу. Есть люди, которым дорого просвещение. Нет! Нет! Нет, парня! Алексис! Бегу, парня! Алексис! Парня! Вика! Лучи от двери! Нет, парня! Вот, друзья! Куда? Сибон! Коня! Тетушка в дверях. Нет, вы что? Не будете? Ах так! Алексей пятится, бежит к другой двери. Нет! За ней тетушка. Алексей хватает пруд. Ни за что! Берет его в зубы. Здесь чудо, козовым, долго просвещение! Ой! Убьется! Прыгает из окна в седло. Убьется! Хлещет белого коня прутом. Проносится рядом с церковью. Пышные волосы и одежда развиваются. Едет по дороге в рощи. Комната. Маргадон постукивает ладонями по четырехструнной доморе. Жуткий город. Девок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку. Никто даже не заметил. Посчитали, что ее вообще не было. Ваш ход? Садится за стол. На нем шашки. Играют в Чапаева. Хорошо. Перьями записывают ход. Паровская игра. Дикая местность. Меня тянет на родину. Где ваша родина? Не знаю. Я родился на корабле, но куда он плыл и откуда, никто не помнит. А вы где родили Жекопа? А я вообще еще не родился. Не родились? Нет. И как вы дальше думаете? Ну, вообще, этим предстоит целая цепь рождения, в результате которой я явлюсь миру принцем Уэльским. Угу. Да. Правда, это будет не скоро, через пару сотен лет, в двадцатом столетии. Так не обещал мистер Калиостр. Поэтому мое нынешнее существование для меня не имеет никакого значения. А для меня имеет. Будущим я буду котом. Поэтому мне дурак каждый час. И я не понимаю, почему торчим в этом и богом городе. Мы ждем Лоренцо. Клевать его на Лоренцию, на нас тоже. Смотрит в замочную скважину. Ваши мысли далеко, сударыня? Я думаю о папеньке. Это я должен думать о вашем папеньке. А вы думайте обо мне. И по возможности без неприязни. Что вы говорите? Какая неприязнь? Неужели я вам настолько противен, сударыня? Да что вы, господин Калиостров. Джузеппе. Я же просил вас называть меня по имени Джузеппе. Или просто Джузи. Так меня звала матушка. И гладила по голове. Вот так. Граф протягивает руку. Мария вскакивает. Ваше сиятельство. Я и так к вашей власти. Ни людей не побоялась, ни маловы. Живу с вами в одной гостинице. Зачем же вы мучаете меня? Мне теперь ни смерть не страшна, ни что другое. Стоит, вжавшись спиной в стену. Граф неотрывно смотрит на нее своим гипнотизирующим взглядом. Опустив голову, Мария стягивает с шеи ажурный платок. Начинает расстегивать пуговицы на корсаж. Граф берет ее за руку. Я не тиран, сударыня. Мне нужны чувства, а не покорность. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. Прижимает ее руку. Вот оно забилось часто, часто. К своей груди. А вот реже. Пожалуйста, совсем остановилась. Прикажете ему замереть навсегда или пустить? Христос с вами, пустите. Пускаю. Пустил. Опять? Угу. Как видите, сердце подвластно разуму. Чувства подвластны сердцу. Разум подвластен чувствам. Круг замкнулся. С разума начали, разумом кончили. Вот и выходит, что все мироздание это суть. Игра моего ума. Прикладывает палец к виску. А если вы со мной согласитесь, то и вашего тоже. Да. Но я не люблю вас, ваше сиятельство. Неужели вы этого не видите? Вижу, вижу. Но мы в начале опыта. Золото из ртути возникает на десятый день. Любовь из неприязни. На пятнадцатый. Мы с вами две недели в пути. Граф бьет ногой. Наступает критический момент. По двери. Отлетев, Маргадон вскакивает. Хватает Домру, Жакоб, гитару. Медленно выходит граф. Медленно выходит граф. Что сия значит? Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. Его бедная девушка ждала на берегу. Ждала, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все уберли. Сильно вздрагивая, Мария плачет. Граф бросает взгляд в окно. Его лицо освещает вспышка молнии. Бросив гипнотический взгляд на Марию, выходит из комнаты. Мария следует за ним, двигаясь, как сам нам было. Разворачивается к поющим. Дверь сама собой медленно закрывается. Граф по коридору несет бесчувственную Марию на руках. Поднимается по ступеням. Придя в себя, Мария убегает. Извините, сударь, здесь проживает господин Клиостро. Маркадон, почему открыта дверь? Эскьюз ми, магистр. Что эскьюз ми? Варварские обычаи. Ключи раздают, а замков нет. Ах, я кажется, не вовремя. Вы, сударь, не вовремя появились на свет, а теперь что поделаешь? Входите. Местный помещик Федяшев прибыл познакомиться и пригласить вас приятно провести время. Мария в небольшой комнате. Собирает чемодан. Не умеете лгать, молодой человек. Все люди разделяются на тех, которым что-то надо было от меня и на остальных, от которых что-то нужно мне. Мне от вас ничего не нужно. Выкладывайте, что вам угодно. Мария взбегает по лестнице, замирает в дверях. Я пришел просить вас о чуде. Дело в том, что я влюблен. Влюблен страстно и безнадежно. Я влюблен. Но предмет моей любви существует лишь в моем воображении. Его телесные контуры намечены скульптурным изваянием. Но это мрамор. Холодный мрамор, дорогой магистр. Если бы вы взялись совершить чудо... Я не занимаюсь чудесами, сударь. Я действую только в границах физических сил природы. Я материалист. Да, да, конечно. Я имею в виду материализацию чувственных идей. Воссоздайте мою мечту, ваше сиятельство. Вдохните жизнь в нее, как некогда греческие боги вдохнули жизнь в каменную Галатею. Увольте, сударь. Материализация чувственных идей есть труднейшая задача научной магии. Она требует огромных энергетических затрат. Возьмите все, что у меня есть. Дом, имение. Богатство меня давно не интересует, сударь. Тогда я готов отдать жизнь свою. Вы мне не верите? Так, я вам докажу. Я сейчас докажу. Пистолет заряжен. Прекрасно. Моя жизнь в ваших руках. Я застрелюсь. Не надо громких слов. Они потрясают воздух, но не собеседник. Помогите этому юноше, Джузеппе. Вы же видите, он и вправду влюблен. Да? Откуда вам это знать, сударыня? Вы можете выполнить мою просьбу? Алексей, граф и Мария мчатся верхом на лошадях. Скачущий первым Алексей показывает направление. Проносится мимо пасущегося стада коров. Жакоб ведет под узцы впряженную в телегу лошадь. Передняя часть кареты без колес. Лежит на телеге. Всадники въезжают в имение. В особняке переполох. По коридорам бегают слуги. Процессия приближается к входу в особняк. К особняку сбегается дворовый люк. Люди разного пола и возраста в домотканных одеждах. Пимка держит хлеб-соль. Сильву-бле, дорогие гости. Сильву-бле, жаву-бли. Овек, плезир. Господи, просто от страха все слова поискакули. Они что, по-нашему, совсем не понимают? Они понимают. Маргадон, прими. Маргадон выходит из кареты. Пожалуйте, сударь. Обмакнув палец в соль, облизывает. Высыпает всю соль на хлеб. Бросает солонку в карман. Понравилось, видать, молодец. Хороший человек. Солонку спер. И не побрезгивал. Жакоб смотрит на Фимку, поднеся глазам лорнет. Дядя Степан, их не кучер на меня в лорнет посмотрел. Чего это он, а? Чего-чего? Жакоб подходит вплотную. Зрение слабое. Деловито посмотрев в глаза Жакоба, Степан уходит. Немного постояв, уходит и Жакоб. Бедненький. Господа, вот это и есть великий магистр. А это его спутница Мария Ивановна. Мария Ивановна? А ты говорила, у итальянцев имена трудные. Милости просим, гости дорогие. Располагайтесь, заходите. Господин Калиострова, разрешите представиться. Здешний художник Загосин Модест Тимофеевич. Мечтаю написать ваш портрет. После, сударь, после. Граф входит в особняк. Степан! Степан, у гостя корец сломалась? Вижу, барин, ось полетела. И спицы менять надо. За сколько сделаешь? За день сделаю. А за два? Ну, за... сделаем и за два. А за пять дней? Степан задумчиво смотрит в небо. Ну, ежели постараться, можно и за пять. А за десять? У Степана седые волосы и топорщащаяся борода. Ну, барин, ты задачи ставишь. На порог выходит Жакоб. За десять идем одному не справиться. Тут помощник нужен. Гома сапиенс. Бери помощников, но чтобы не раньше. Чудные господа, а? Долго гостить собираются? Алексей вбежал в особняк. А от меня зависите. Глядя на Жакоба, Фимка смущенно улыбается. Тот поднимает лорнет. Фимка застенчиво отводит глаза. В руках Степана лом. Али нови, ностро алис. Что означает, если один человек построил, другой за всегда разобрать может. Жакоб идет в особняк. Это зачем же они ее так крепят? Степан ломом сталкивает карету с телеги. Ай, английская вещь. Обтирает лом соломы. Здесь все от меня зависит. Зал. Длинный стол освещается свечами. За столом девять человек. Перед Маргадоном и Жакобом деревянный пепитер. Граб поднимает палец. Благодарю за угощение, было вкусно. Да вы не ели ничего, ваше сестье. Кто ест, мало живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе. Мудро. Однако по вашим глазам читаю я многочисленные вопросы. Граф, мы так много наслышали о вас. А во мне придумано столько небылить, что я устаю их опровергать. Меж тем биография моя простая и обычная. Родился я в Месопотамии 2125 лет тому назад. Вас, вероятно, изумляет столь древняя дата моего рождения. Нет, не изумляет. У нас писарь в уезде был. В патчпортах год рождения одной только циферкой обозначал. Чернила шельмец вышэкономил. Потом дело прояснилось, его вострок. А патчпорта переделывать уж не стали. Документ все-таки. Ефимцев купец. Третьего года рождения записан от Рождества Христова. Куликов второго. Кутякин первого. Да, много тут долгожителей. Аналогия неуместна. Я не по патчпорту, как вы изволили выразиться. А по самой жизни урожден 2000 лет тому назад. В тот год и в тот час произошло извержение вулкана Везуви. И, вероятно, вследствие этого знаменательного совпадения, часть энергии вулкана передалась мне. Взяв трубку, граф поднимает палец. На его конце вспыхивает огонь. Граф от него прикуривает. Надеюсь, в вашем уезде подобного не случалось. От пальца не прикуривают, врать не буду. А искры из глаз летят. Вот хоть у господина Загусина, а в прошлом году мужик с возу свалился, долбом обоглоблю. Ну, я вам доложу, был фейерверк. Все сено сжег. Да какое сено? Чистый клевер. Ладно, врать-то. Чистый клевер. У вас сейчас сок изросло, да лопухами. Что вы такое говорите, Федосия Ивановна? У меня вот сено стоит 10 рублей. Стоит-то оно, стоит. Да никто ж его не покупает. У вас же совсем никудышное сено. Раньше горит хорошо. Да уж, граф. Если вы действительно надумали сено покупать, так покупайте его у Федосии Ивановны. Не прогадайте. Нет, это у меня хорошее сено. Мария смущенно смеется. О, Господи, да что же вы такое говорите, господа? Какое непонимание. Наш гость повествует совсем о иных явлениях. Я чувствую, здесь собрались люди скептического нрава, посему вернемся к трапезе. Видите эту вилку? Ну? Хотите, я ее съем? Сделайте такое одолжение. Да бог, что вы, граф, помилуй бог, вы меня, как хозяйка, позорите. Сейчас десерт. Финка, ну что ж ты стоишь? Неси план-манжески селем. Граф откусывает половину серебряной вилки, жует. Морщась, прогладывает. Да, это от души. Замечательно. Достойное восхищение. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но лучше бы так, за обедом на десерт и острый предмет. Замечательно. За это вам наша искренняя и сердечная благодарность. Ну, ежели, конечно, кроме железных предметов, еще и фарфор можете употребить. Доктор держит тарелку. Тогда просто слов нет. Благодарю, сударь. Я уже сыт. Пора и делом заняться. Ну, где там ваш идеал, господин Федяшев? Показывайте. Прошу. Все следуют за Алексеем по анфиладе комнат. На сюртуке граф Орден, крест на фоне восьмиконечной звезды. Господин Калиостро, а как насчет портрета? Да погодите вы, голубчик, с портретом. Дайте ему со скульптурой разобраться. Поднимаются по лестнице на второй этаж. Входят в комнату Алексея. Браво, сударь, мне нравится ваш вкус. Узнаешь, Маркадон? Натюрлих, эксцелленс. Отличная фемина. Моя судьба не раз позволяла мне лицезреть этот образ. Когда-то давно ее звали Елена Прекрасная. Елена? Позже Беатрича. Беатрича. Тетушка вглядывается в лицо статуи. Проско ее звали. Ее лепили с Проскою Тулуповой. Неважно, с кого ее лепили. Истинно художник копирует не натуру, а лишь свое воображение. Думаю, вы это понимаете, сударь, и не ждете от меня портретного сходства. В общем-то, конечно, но с другой стороны, я надеялся, что будет похоже. Материализация чувственных идей зримо воплощает фантазию. Спервоосновы же сохраняет лишь общие контуры. Вы роняли ее, что ли? Говорил, не натролть. Говорила. Видите ли, она стояла в парке. Я подумал, там дождь, голуби. Граф в кресле задумчиво смотрит на Марию. Та застыла с мечтательным лицом. Идеал нельзя отрывать от почвы. Нарушаются магнетические связи. Теперь даже не знаю, как она будет выглядеть. Ваше Лаура. Встав, граф поводит рукой улица статуи. Лаура? Не Лаура ли это, воспетая великим Петерарко? Да, когда-то она была ею. Она являлась миру под разными именами. Джульетта, Лаура. Даже не ведаю, как она теперь будет называться. Может быть, Мария? Вы не возражаете, сударыня? Сударыня, вы не возражаете? Мария застыла в оцепенении. Алексей взволнованно на нее смотрит. Мария медленно идет к статуе. Комната слабо освещается свечами, которые держат вошедшие. Медленные движения людей и задумчивые выражения лиц создают атмосферу тайной мистерии. Отчего же это честь для меня? Пусть не я, то хоть имя мое послужит чьей-то любви. Так, значит, не возражаете. А вы, сударь, не возражаете, нет? Граф обращается к овальному портрету. А вы, сударыня, что скажете? Тот падает со стены. Прелестное имя. Да я и внешний облик вашей спутницы воспринял бы с радостью. Взгляд и наклон головы Марии рифмуется застывшей красотой статуи. Подойдя, Алексей переводит взгляд со статуи на Марию. Должен вас огорчить, друзья. Сейчас мне было видение. Калатею будут звать Лоренцией. Я так и думал. Господа, прошу, прошу, прошу. Все, кроме Алексея и застывшей перед ним Марии, выходят. Обернувшись в дверях, граф смотрит на Марию. Стряхнув оцепенение, она выходит. Алексей остается наедине с графом, стоящим в дверях. Помещение освещается красным светом. Граф медленно проходит в центр комнаты, широко открывает глаза. Алексей испуганно пятится. Начинает опускаться на стул. Тот сам с собой сдвигается в сторону. Алексей непонимающе смотрит на графа. Тот вскидывает броню. В антиладе вышагивают скоморохи, попеременно выбрасывая в стороны ноги. Войдя в одну из просторных комнат, синхронно танцует на полусогнутых ногах. Запрокидывая головы, взмахивает руками. Толпятся в дверях комнаты. Их отделяет занавес из огня. Прыгая через несколько ступенек, Алексей сбегает по лестнице. В коридоре натыкается на Фимку. Та роняет стопку тарелок. Свечи гаснут. Коридор погружается в полутьму. Алексей прижал руку к лицу. Медленно опускает руку. На его лицо падает свет. В конце коридора ярко освещенное окно. Алексей идет к нему. Приблизившись к свету, будто растворяется в нем. Солнечный день, лук. Алексей подходит к Марии в руке букет полевых цветов. Прошу простить за дерзость. В чем же дерзость? Я насчет того, что помыслил предать идеалу черты ваши. Публично всем признался. Теперь, стало быть, передумали. Ах, что вы, Марья Ивановна, был бы счастлив. Но мне показалось, что я нарушил крутуазность поведения. Да и граф, по-моему, обиделся. Так вы цветы для него приготовили? Нет. Мария уходит. Ну что вы, Марья Ивановна? Ну что вы, Марья Ивановна? Оборачивается. Странный вы человек, Алексей Алексеевич. Так сложно изъясняетесь. И вроде живете на природе, среди простых, нормальных людей. А думаете все о каких-то идеалах бестелесных. Алексей подходит к ней вплотную. Но так и великий Петрарка мечтал о своей лауре. Неправда. Петрарка любил земную женщину. Да еще к тому же жившую по соседству. Это потом уже в своих мыслях он вознес ее до небес. А у вас все наоборот, сударь. Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься. Но тогда скажите, как достичь его? Не знаю. Мария отмахивается от мухи. Если бы знала, сама была счастлива. Уходит. Алексей остается во взгляде недоумения. Маргадон играет в городки. Сильно мажет. Раскручивает биту над головой. Мама миа, коза дико. На Маргадоне полосатый купальный костюм. Бита улетает за ограду. За игрой наблюдают люди в крестьянской одежде. Теряю былую легкость. После ужина грибочки. После грибочков блинчики жуткое селение. Подходит к Жакобу. Двери не запирают. Вчера попросила у ключицы три рубля, дала мерзавка. И не спросила, когда отдам. Откушьте, извольте. Жакоб сидит у стола. В руках подзорная труба, во рту сигара. Как называется? Оладушки. На столе стоит самовар. Маргадон макает оладушек в тарелку со сметаной. Оладушки. Оладушки. Где были бабушки? Селянка? У тебя бабушка есть? Нету. Сиротка, значит. Подсюда. Хочешь большой, но чистой любви. Финка улыбается. Да кто же ее не хочет? Тогда приходи, как стемнеет на сеновал. Придешь? Финка с некоторым удивлением переводит взгляд на Жакоба. Задумчиво поводит глазами. А че же не прийти, приду. Только что вы приходите. А то он сударь тоже позвал. А после испугался. Кивает на Жакоба. Она не одна придет, она с кузнецом придет. Каким кузнецом? С дядей моим, Степан Степановичем. Он мне за место отца, кузнец наш. А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, ложь, что ли? Зачем нам кузнец? Благословляйте. Вы же позволите предложение делать. Так, свободно. Ступай. Не видишь, играем. Маргадон с оладушкой в руке подходит к бите. Сударь, сударь, сударь. Вы битчику не так держите. Вперед, и локоточек в сторону так легонечко. Эть! Нас унижает, Жакоб. Ваш удар, принц. Бросок Фимки выбил фигуру. Жакоб достает из саквояжа круглую гранату с бекфордовым шнуром. Поджигает от сигары. Бросает в соседнюю фигуру. Господинка, не остро! Граф, Жакоб и Маргадон бегут по лесу. Я так мечтаю написать ваш портрет. У вас не найдет для меня свободная минута. Не бывает свободных минут. В открытой двуколке сидит Лоренцо, в руке бутылка. Здорово, ребята! Ты зачем приехала? Тебя могли увидеть. Ты получила мою записку? Граф выхватывает бутылку. О, лютос, яму, финифи, мама, мею, коза, дикого, мариро, мацато! Какого черта? Выбрасывает. Просадите меня в Петербурге! За мной гонится полиция! Потом я мчусь одна, через всю страну жру дорожную пыль! А когда приезжаю сюда, мне, оказывается, даже нельзя появиться никому на глаза! Что за елки-метелки? Елки-металки. Я говорю, что здесь елки-металки. Ты не должна появляться до того момента, пока я не позволю тебе это сделать. Аля, ты понимаешь, почему ты меня прячешь? Опять материализация! Опять мазаться белилами и бегать не гляжи! Надоело! Маркадон! Слушаю, мансиньор. Это ты разболтал? Что вы, магистр, я был нем как рыба. Бжош! Нет. И быть тебе за это рыбой. Нет. Мерзкой, скользкой. Да, но обещали котом. Недостоин. Не трогай его, Джузи! Мия! Маркадон опускается на колени. Он не виноват. Я научилась считывать мысли. Мы все понемногу овладеваем вашим искусством, Джузи. Но всех нас волнует одна и та же мысль. На кой черт все это нужно? Когда материализуешься в столице для какого-нибудь князя или маркиза, это понятно. Но здесь, в этой провинции, ни денег, ни славы. Неужели все это только для того, чтобы позабавить вашу русскую мадемуазель? Это ты так подумал? Подумал или нет? Да. Нет. Чем бы мне это ни грозило? Ложится на спину, складывает руки на животе. Да. Это моя мысль. И ваша тоже, Жакоб? Нет, сэр, нет. Вы же знаете, мои мысли далеко-далеко в будущем. Но если говорить откровенно, если когда-нибудь в полоте лордов мне зададут вопрос, зачем принцы вы столько времени торчали под Смоленском, я не буду знать, что ответить. Так, значит, бунт. Меня предупреждали, что пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы. Ничтожество, жалкие комедианты. Я бы мог вас испепелить, превратить в прах. Но я не стану тратить на вас магическую энергию. Не трать. Вы сего недостойны. Я поступлю с вами иначе. Я сдам вас в участок. Куда сдадите? В участок. А потом вас там публично выпарют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. Весь? Да. Жакоб взял Маргадона на руки. Граф садится в двуколку. Снега там много. На. Двуколка уезжает. Жакоб провожает ее взглядом. Чего меня все пугает? Что меня пугать? Нево три пожизненных заключения. А как он с вами разговаривает? Вы, человек, достигший вершины лондонского дна. В конце концов, вы собираетесь быть принцем? Бросает Маргадона. Ес и тыс. Ты снова колдуешь любовь, Джузеппе? Что значит любовь к женщине по сравнению с любовью к истине? А истина в том, что человек несчастен, небо отвернулось от него. И один на земле. Делаю его счастливым. Он хочет богатства. Я варю ему золото. Он хочет узнать будущее. Я предсказываю судьбу. Но ведь это обман. Человек хочет быть обманутым. Запомни это. Все обманывают всех, но делают это слишком примитивно. Я один превратил обман в высокое искусство, поэтому стал знаменит. Но тут мне открылась иная истина. Кажется, кто-то там наверху вздумал меня обмануть. Граф пристально смотрит в небо. Ты знаешь, мне не дано вызывать любовь. Страх, восторг, уважение. Я легко пробуждаю в людях. А любовь... Увы. Граф выглядывает из-за угла особняка. Тсс. Тебя никто не должен видеть. Быстро проходит ко входу. В темном коридоре. Граф идет первым. В руке небольшой подсвечник с горящей свечой. Несправедливо. Зачем открывать тайны сложного, если необъяснимо простое? Тсс. Я хочу построить формулу любви. Ты с ума сошел. Любовь это божественное чувство. Всеобщее заблуждение. Огонь тоже считался божественным, пока Прометей не выкрал его. Теперь мы кипятим на нем воду. То же самое я сделаю с любовью. Не для себя. Для всех. Люди перестанут страдать и будут счастливы. Все? Все. Поголовно. А если кто-то не захочет жить счастливым? Тогда он умрет. Все желания должны исполняться. В комнате. Граф подходит к уставленному с клянками столу, садится. Я все чаще думаю о преобразовании. Чего? Всего на свете, в том числе и любви. В этой формуле все учтено. Знакомство, влечение, ревность, отчаяние. Все грани и градации. Надевает пенсне. Я проведу эту девочку по всему лабиринту. Да. Если в конце вспыхнет огонь чувств, то значит не Бог его зажег, а человек. И стало быть, мы равны. В руке графа белое перо. Ах, вот ты с кем соревнуешься. Да, да. Да, другие соперники мне неинтересны. Кстати, о соперниках. Ты должна соблазнить этого юного мечтателя. Он мешается под ногами и путает расчеты. Хорошо, Джузи. Я сделаю все, что ты хочешь. Соблазню. Очарую. Убью. Лишь бы ты не страдал. Лоренцо порывисто подходит к графу. Опускается рядом с ним на колени. В коридоре. Мы договорились? Да, принц. Значит, я ставлю ультиматум. Да. А я захожу сзади. Покачивая головой, Маргадон улыбается. Ну, Джузи. Склоняется к замочной скважине. Посмотри, какая ночь, Джузи. Включи ее в свою формулу. Раз ты решил сделать весь мир счастливым, начни с меня. Граф поднялся. Лоренцо держит его за лацканой сюртука. Задувает свечу. Взглянув на Джузи, Маргадон делает успокаивающий жест рукой. Прикладывает к замочной скважине ухо. Граф подходит к двери. Встав к ней спиной, резко толкает. Маргадон падает на спину. Жакоб с гитарой. Маргадон встает в руках Думра. Алексей спит в постели. Открыв глаза, садится. Тетушка стоит в дверях. В руке подсвечник со свечой. Разводит руками. Петер Иоаннич, день. И если мы завтра не уедем, я сбегу. И не побоитесь. Для бегства у меня хватит мужества. Здорово, целяне. Ради желаем. Карета готова. А как же? Пройдемте. В бревенчатой кузнице. Вот она, красавица. На полу разложены детали. Это наша карета? Через неделю будет как новенькая. Лабор ист эст, ипсе волюм пас. Что означает, труд уже сам по себе, есть наслаждение. Мерзавец? А, мерзавец? А? Ты, значит, здесь место работы латынь изучаешь? Либерасион эс перпетум мобили. О, Жакоб, мы отсюда не уедем никогда. Мы погибнем. Я все понял, Жакоб. Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. Сударь, а правда ваш барин две тысячи лет живет? Точно сказать не могу, леди. Но знаю лишь одно, что за те двести лет, которые я ему служу, он ничуть не изменился. Жакоб идет к выходу вслед за Маргадоном. Тя, Тетипан, помогут им, а? Ну, грех смеяться над убогими. Ну, посмотри на них. Подневольные же люди. Одно рыбой питаются. Слуги графа. И поют так жалостно. Застыли в дверях. Донна беля маре, Кредере, Кантаре, Дамми, Иль Моменто, Кэйми Пьяче Пью. Выходят. В маленькой комнате. Слуги графа поют с вдохновенными лицами. На столе бутылки и наполненные до половины стаканы. В тарелке яйца. Тетушка входит в комнату Алексея. Че же это они? Как же иначе-то дрогаются-то? Алексей за столом. Склонился над книгой. Скоро уедут. Не спится, Алеш? Нет. Готовлюсь. Вот послушайте, как великий пиют прощается с предметом сердца своего. Не буду этого слушать. Почему? Не нравится. Как это не нравится? Это великий Петрарка. Ну и бог с ним. С Петраркой? С Петраркой. У Петрарки своя тетушка была. Это ее забота. А ты у меня единственный племянник. И вот же я тебе скажу. Ежели ты человек, люби человека. А не придумывай мечту какую-то, понимаешь ты, бесплотную. Прости, господи. Да еще, что за особу сотворит тебе сей чародей. Это тебе не вилку сглотнуть. Ах, тетушка, не травите душу. Я и сам теперь в опасении. Откажись. Откажись, скажи, передумал. Неловко, тетушка. Сам кашу заварил, а теперь в кусты. Не по-мужски. Я вот что решил. Я во время материализации про Марии буду думать. Лицо ей буду вспоминать. Глаза, плечи, руки и так далее. Милый ты мой. Да о чем же тут думать, когда все это рядом с тобой в натуральном виде ходит? Что вы говорите такое, тетушка? Сами же учили, на чужой короварь та не разевай. Да мало ли я глупостей-то говорю. А потом человек, когда любит, он чужих советов не слушает. Что же вы предлагаете? Отбить ее у графа? А хоть бы и отбить. Тетушка хлопает. Отбить. Постову. Ты, Алеша, все привык к наготовенькому. Придумал себе, понимаешь, идеал. На блюдечке подай его тебе. И стишки вот чужие читать. Невелика доблесть. Он, небось, Петр Аркет твой. Посадил свою лауру на коня и... Только их и видели. Тетушка машет рукой. Отходит к книжному шкафу. Тетушка, а с вами, признаете, тоже нечто подобное было? Поворачивается к Алексею. Прислоняется спиной к шкафу. Как бы было, я бы тут старых девок не сидела. А тут тоже попался вздыхатель вроде тебя. Сильный был мужчина. Всю силу на стихи растратил. Жизнь мою поубил. Алексей подходит к тетушке. Иди, Алеш, к ней. Ждет ведь. Она вам это сказала? Глупый ты какой, Господи. Кто ж про такое говорит-то? Про такое молчат да вздыхают. Я сейчас мимо ее комнаты проходила. Там тихо. Верный знак. Да? Иди, Алеш. Подойдя к двери, тетушка оборачивается. Отбить! Туманное утро. Крадучись, Алексей ведет под узцы двух лошадей. Одна черной, другая белой масти. Оставив лошадей на тропинке, подходит ближе к особняку. Марья Ивановна! Поднимает с земли камушек. Марья выходит на балкон. На ней белая ночная рубашка. Волосы длинными локонами спадают на плечи. Увидев Алексея, робко улыбается. О, как же я люблю вас, прекрасное создание. Люблю ваш облик нежный и этот чудный взгляд. И ваша неподвижность, и пледность, и молчание душе моей так много, о многом говоря. На лице Марии волнение. Не спится! Алексей оборачивается. Из-под густой кроны дуба выходит граф. Подходит к Алексею. Да, вот. Люблю прогулки на рассвете. Сразу на двух конях седалища не хватит. Вам, сударь, к материализации идеала надо готовиться, а не верхом скакать. Послушайте, граф, я того всю ночь думал. Мое душевное состояние изменилось. А ну, пошли! Я уже разбудил стихию энергетических потоков. Я уже вступил во взаимодействие с силами магнетической субстанции. Вы что, сударь, на базар пришли? На постаменте фигура под покрывалом. Вокруг огонь. Рядом небольшой шатер. Знаки зотиака. Вот 24 каббалистических символа. Маргадон и Жакоб с большой книгой. Вот ключ, врата и семь сфер. Все уже дышит и приведено в действие. О, Господи, несчастный я человек. Ну, что же делать, господин Клеостер? Я не о ней теперь грежу. Я полюбил другую. Другую полюбил. Когда же вы успели? Разве дело во времени? Иногда двух минут хватит. Одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Не знаю и знать не хочу. Все это бред, воспаленный бред. Граф пристально смотрит в глаза Алексея. Вы получите то, что желали, согласно намеченным контурам. К черту контуры! Я их уже ненавижу. Если вы не в силах разрушить это каменное изваяние, то я сам это сделаю. Замахивается. Накрытая покрывалом фигура спрыгивает с постамента. Жакоб и Маргадон вскакивают. Подбежав к соскочившей фигуре, откручивают под покрывалом каменную голову. Ставят накрытое покрывалом туловище обратно на постамент. Водружают сверху каменную голову. Их движение похоже на движение иллюзионистов. Жакоб бьет по голове фигуры кулаком. Накрывают фигуру покрывалом. Маргадон подбегает к шатру, берет музыкальные инструменты. Он и Жакоб стучат по ним, как по барабанам. Фигура поднимается. Из-под покрывала высовывается человеческая рука. Показывается нога. Фигура отбрасывает покрывало. Это Лоренцо. На ней туника. Волосы собраны в небольшую козу. На голове обруч. Делают несколько шагов, поднимая и опуская руки в такт музыки. Скрестив пальцы рук, приближает и отдаляет кисти от груди, будто изображая бьющееся сердце. Сбросив тунику, остается в белом нижнем белье. Округлив глаза, выразительно смотрит на Алексея. Тот пятится. А теперь ступайте к ней. Ваша мечта ждет вас с нетерпением. Бросив на Алексея красноречивый взгляд, Лоренцо входит в шатер. Я понял. Вы, сударь, обманщик и злодей. Я убью вас. Милостивая государь, вы бесчастный человек. Это вызов? Да! Граф задумчиво потирает щеку. Сводит брови. Приоткрывает рот, будто собирается что-то сказать. Улыбается. Хмурится. В березовой роще Алексей и граф берут в руки массивные кремневые пистолеты. Господа, я в последний раз предлагаю вам подумать о примирении. Мерси, но сия невозможно. Тогда к барьеру. Жакоб и Маргадон захлопывают футляр для пистолетов. Граф первым идет к барьеру, обозначенному воткнутым в землю колом. Алексей около своего барьера. Наводит пистолет на графа, медленно идет вперед. Граф с опущенными руками идет навстречу Алексею. Дуло пистолета Алексея упирается в грудь графа. Маргадон и Жакоб снимают шляпы. Что же вы медлите, сударь? Вы гость. Вам положено стрелять первым. Алексей опускает пистолет. Жуткие нравы. Где только не дуэлировали. И во Франции, и в Голландии, и везде. Четко и быстро. Как у цивилизованных людей. Раз и на повал. Уровняем шансы. Маргадон! Заряди только один пистолет. Слушай, Батсерер. Один так один. Маргадон берет пистолеты. Отбежав от дуэлянтов, опускается на траву. По березовой роще бежит Мария. Выбирайте, Ваше Преосвещение. Это право хозяина. Пусть сама судьба станет нашим арбитром. Надеюсь, застрелиться в присутствии гостя не противоречит Вашим обычаям. Маргадон протягивает пистолеты рукоятями вперед. Страшно? Страшно. Алексей замер с поднятой рукой. Решительно берет один из пистолетов. Да, тетушке граф, про дверь ничего не говорите. Отходит на несколько метров. Скажите просто. Демонтилизовался Алеша, мол, и все. И Мария. А вообще, граф, я вам очень благодарен. Да, обещали мне явить мечту мою. И явили. А теперь что ж? Смотрит на пистолет. За нее и жизнь отдать не жалко. Поднимает голову, упирает дуло пистолета в грудь. Прощайте. Мечта моя Мария Ивановна. Граф берет... Поздравляю. ...второй пистолет. Полный, граф. Ну, погорячились и будет. Я вас прощаю. Оборачивается к Алексею. Пусть Бог прощает. Это его забота, а не ваша. Представляет дуло... Мой выстрел, сударь. ...к виску. Извольте не мешать. Остановитесь. Не делайте этого. В глазах Марии слезы. Я люблю вас. Правда. Она тяжело дышит. Ваш... Ваш опыт удался. Я... Я полюбила вас. Готова ехать с вами хоть на край света. Вы, граф, умный, нежный, а главное, несчастный. Вы без меня пропадете. А как же я? Такова судьба, Лешенька. Будем страдать. Страданиями душа совершенствуются. Вот папенька. Папенька говорит, что одни радости выкушать недостоина. Да пропадем пропадом, ваш папенька, с советами своими. Без вас в ней жить незачем. Дайте мне ваш пистолет, граф. Нет, нет, граф, не давайте. Дайте мне ваш пистолет. Нет. Если ты умрешь, я тоже не стану. А я... Я сердце останавливаю. Меня граф научил. Ну, Господи, зачем я вас встретил? Все статуя проклятущее. Да нет, Лешенька, нет. Статуя здесь ни при чем. Она тоже женщина несчастная. Она графа любит. Не беспокойтесь, господа. Сейчас я вас оставлю наедине, и вы сможете продолжить свою семейную сцену. Граф опустил пистолет. Я вам тоже благодарен. Вы мне помогли очень важную вещь понять. Оказывается, в любви главное это возможность, не раздумывая, отдать свою жизнь за другого. Интересно попробовать. Граф мистически поднимает глаза. Упирается лбом в березу. Как ужасно, что мне не страшно умирать. Наверное, потому что Калиостро уже умер. Умерли его чувства и желания. Остался только разум. Несчастный человеческий разум, который возомнил, что он один во вселенной, и ему все позволено. Разум, который подверг сомнению все законы мироздания и вознамерился утвердить свои собственные. Он просит меня о последнем одолжении. Граф держится одной рукой за березу. Он рвется на свободу. Приставляет дуло к виску. Из затвора вырывается облачко дыма. Граф поворачивается к Маргадону. Маргадон. Один надо было зарядить. А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон? Конечно. Если бы был честный человек, сколько бы народу в Европе полегло? Ужас. Граф роняет пистолет. Идет, покачиваясь, на лице выступил пот. Опирается о березу. Перед ним стоит доктор. У нас в уезде был аналогичный случай. Вам, граф, я думаю, сейчас это будет весьма интересно. Стрелялся, стало быть, некий помещик Кузякин. Граф закатывает глаза. О, Санта-Мария, где ты? Нет! По площадке перед особняком бежит белокурая девочка лет пяти. Подбегает к окну, снаружи которого столпился дворовый лют. Граф в постели. Рядом сидит доктор. Так я да расскажу. Стрелился, стало быть, у нас некий помещик Кузякин. Приставил пистолет к колбу. Стрельнул раз – осечка. Стрельнул другой – осечка. Э, думает, видно, не судьба. И точно, продал пистолет, а он у него дорогой был, с каменьями. Продал пистолет, да на радостях напился. А потом уж с пьяного упал в сугроб, да замерз. Это он к этому говорит, что каждому свой срок установлен. И торопить его не надо. Абсолютно верно. Тем более, что организм ваш, батенька, совсем расстроен неправильным образом жизни. Печень вялая, сердечко шалит. Как вы с ним две тысячи лет протянули, не пойму. Кончать надо с хиромантией, дружок. Пальцами скрить, вилки глотать. В нашем возрасте уже не годится. И с барышнями поаккуратней. Мраморные они, не мраморные. Наше дело – сторона. Сиди на солнышке, грейся. Взгляд графа блуждает. Травами хорошо бы еще подлечиться. Отвар ромашки, мяты. У вас в Италии мяты есть? Ну, откуда в Италии мяты? Видел я их Италию на карте. Сапог с сапогом и все. Входят Мария и Алексей. А вот и голодцы наши. Подойди к магистру. Не бойся. На голове графа белый колпак с кисточкой. Ему плохо? Нет. Ему хорошо. Хорошо? Живым все хорошо. Мы, граф, соседям сказали, что материализация состоялась. Чтобы ваш авторитет не уронить. Мол, было изваяние. А теперь стала Марья Ивановна. Многие верят. Мария сдержанно улыбается. Граф медленно поводит глазами. Куда едет Маргадон? Я его в город послала. Там говорят, какой-то штаб вступит. Там вас разыскивают от князь Потемкина. Я и подумала, пусть поедет, раз узнает, что за дело такое. Маргадон в графу. Я прошу вас погостить у нас еще несколько дней. В воскресенье помолвка. Я сделал Марии Ивановне предложение. Да погодите вы. Я же сказала, без папеньки решиться не могу. Помогите нам, граф. На вас одна надежда. Мария Ивановна говорит, у вас с ним астральная связь. Я сейчас спросить его о благословлении, умоляю. Алеша? Алеша, ну до того ли сейчас господин Укалиостр? До того, до того. Ну, как там наш папенька? Граф устала смотреть на доктора. Кривит губы. Папенька согласился. К двери подбегает Маргадон. Все выходят из комнаты. Маргадон входит. Ты хотел бросить хозяина. Я подумал, что мой хозяин умер, а мертвым слуги не нужны. Мы всегда играли чужими жизнями, но не собственной. За вами гонятся. А вы лежите в халате и думаете, бог знает о чем. Граф откидывает одеяло. Он в своем черном сюртуке с орденом. Подходит к зеркалу, снимает колпак. Волосы графа полностью посидели. Он подходит к окну. Отводит в сторону занавеску. К именью приближается карета. Ее сопровождают конный офицер и гвардеец. На их головах черные шляпы с белыми перьями. Погоня. Погоня, Ваше Величество. Это замечательно. Когда уходишь от погони, ни о чем другом уже не думаешь. Маргадон отрывает полоску усов. Под ней другие усы. Время надо наполнять событиями. Тогда оно летит незаметно. Клеит полоску на подбородок. Надевает темные очки. Выбегает из комнаты. В кузнице. Жакоб высовывает голову из сена. Соскакивает с телеги. Фимка выглядывает из сена. Не уезжай. Ее плечи обнажены. Останься, сокол. Здесь бы уже принцем стал. А я бы тебе ребеночка родила. И петь бы его научила. Уно, 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 ум. Моми-то. Я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь к тебе. Только другим. Правда, правда? Будьте крестны. Жакоб берется за свою кудрявую шевелюру. Это парик. Снимает его. Совсем другим. У Жакоба короткие рыжеватые волосы. В широко открытых глазах блестят слезы. Офицер в красном мундире в сопровождении трех гвардейцев подходит к особняку. Офицер входит в гостиную. Шляпа в руках. Кивает тетушке. Имею предписание на арест господина Калиостро. Граф стоит у окна. Распахивает створки. Смотрит в небо. Переведя взгляд вперед, надевает треуголку с черным пером. Встав на подоконник, прыгает вниз. Маргадон держит под уздцы лошадь. Передает уздечку подошедшему графу. Быстро бежит к стоящей неподалеку карете. Он и Лоренцо садятся в нее. На козлах – Жакоб. Граф забирается в седло. Скачет по дороге. Останавливает лошадь. Спешивается. Смотрит на мраморную статую, лежащую на земле. Медленно подходит к ней. Статуя лежит рядом с постаментом. Граф стоит, задумчиво глядя в лицо статуи. Дедушка! Поворачивает голову в сторону белокурой девочки лет пяти. Девушка Калеростра, правда ты мою бабушку оживлять будешь? Ты кто? Просковь, я ты упала. Граф берет девочку на руки. Господин Калеростра! Из леса выбегает художник Загосин. В одной руке мольбер, в другой палитре кисти. Простите, граф. Вы сейчас очень заняты. Граф ставит улыбающиеся Просковьи на постамент. На ней белый сарафан, темно-оранжевая жилетка и большие лапти. Граф подходит к Загосину, опирается локтем о мольбер. Задумчиво опускает взгляд. Поворачивает голову к лесу. Из рощи выходят офицер и гвардейцы. Офицер держит пистолет. В руках гвардейцев мушкеты со штыками. Переводит взгляд на особняк. За окном, из которого он выпрыгнул, стоит доктор. В 1791 году Джузеппе Калеростра вернулся на родину в Рим, где неожиданно сдался в руки правосудие. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Лоренцо навещала его. Незадолго до его смерти она передала ему рисунок неизвестного художника, присланный из России. Кто был изображен на сём рисунке? И что означали эти люди в судьбе великого магистра? Историкам так и не удалось установить. Граф сидит на стуле около постамента. Локоть одной руки опирается о постамент. Вторая рука покоится на колени. К нему подбегают Алексей с Марией, тётушка, Степан, Фимка и несколько дворовых людей. Кто-то несёт лавку, кто-то табуретки. Садятся рядом с графом. Улыбающиеся лица обращены к Загосину. Приложив руку к груди, доктор что-то говорит офицеру. Тот кивает, машет рукой гвардейцам. Они встают позади сидящих людей. Доктор занимает одно из мест в центре. Загосин быстро водит кисти по холсту. На лице радостная улыбка. Мимо пританцовывая проходят скоморохи. В руке первого большой барабан, остальные с трубами. Скоморохи идут по дороге, вышагивая в такс-музыке. По радостному лицу Загосина катятся слёзы. Улыбаясь, он смахивает их рукавом. Грак улыбается широкой, искренней улыбкой. Вместо стоящих людей появляется полотно маслом. Не все черты лиц переданы идеально, но все герои хорошо узнаваемы. Конец фильма. Поверх полотна, снизу вверх, движутся титры. В ролях Калиостро, Нодар Мголоблишвили, Мария, Елена Валюшкина, Алексей, Александр Михайлов, Лоренцо, Елена Аминова, Жаков, Александр Абдуров, Маргадон, Семён Парада, Федосия Ивановна, Татьяна Пельце, Кимка, Александр Захарова, доктор Леонид Броневой, Степан, Николай Скоробогатов. Автор сценария – Григорий Горин. Режиссер-постановщик – Марк Захаров. Композитор Геннадий Гладков. Звукооператор Юрий Рабинович. Текст песен Юлия Михайлова. Хореография Светланы Воскресенской. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Сергей Скрипка. Постановщик фокусов Анатолий Шак-Новожилов. Музыкальный редактор Мила Бланк. Директор картины Александра Демидова. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут Никфи, акционерного общества, киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗФИЛЬМ. Музыкальный редактор Мила Бланк.